Внешность этой актрисы не ассоциируется с девушкой из глянца. Она высокая, с хрипловатым голосом и необычными завораживающими глазами, поэтому и доверяют Ане Уколовой играть не гламурных дамочек, а сильных и волевых женщин. Ее родина – российская глубинка, которую она не хотела бросать даже ради успешной карьеры. Уколова не признает рейтингов, поэтому отказывается от съемок в раскрученных телешоу и бесконечных сериалах. Ана Уколова прославилась после выхода на экраны картин «Колдовская любовь», «Склифосовский», «Идеальная пара», «Левиафан». Родилась Ана Уколова 15 февраля 1978 года в поселке под названием Сборно-Симоновский, недалеко от Самары. В семье девочки не было ни одного артиста, но зато все любили музыку и в совершенстве владели музыкальными инструментами. Мама работала учительницей, потом заведовала детским садом, а после заняла должность заведующей в районном дворце культуры. Семья распалась, когда девочке исполнилось шесть. Мама так и не устроила свою личную жизнь, посвятив ее Ане и ее старшему брату. Аня с детства была достаточно рослой девочкой, поэтому решила заниматься спортом, выступала за школьную волейбольную команду, потом увлеклась стрельбой и бегом на лыжах, уверенно себя чувствовала на теннисной площадке и за шахматной доской. С раннего детства посещала кукольный кружок в том же дворце культуры, где трудилась мама. Вместе с братишкой бегала на репетиции в народный театр, но об актерском будущем не мечтала. После окончания школы девушка оказалась на раздорожье, она так и не сделала свой выбор. Старший брат уже получил диплом Самарского института культуры и предложил сестренке пойти тем же путем. В некотором роде Ане повезло, именно в том году в институте открылся актерский факультет, который готовил артистов специально для Самарского театра. Даже было организовано 10 бесплатных мест для самых талантливых абитуриентов. Она серьезно готовилась, она разучила песню, танец, стих и басню, и ее зачислили на одно из бюджетных мест. После первого курса педагоги настоятельно рекомендовали талантливой студентке продолжить образование в Москве. Девушка упиралась, она и так была счастлива, когда из своей деревни попала в Самару, а столица казалась ей очень неприступной и далекой. Уколова отказалась наотрез, но мама начала потихоньку поталкивать дочь к принятию верного решения. Особо не уговаривала, но старалась приводить веские доводы в пользу столичного обучения. Специально для этого была выделена определенная сумма, чтобы девушка могла нормально устроиться на новом месте. Уколова все же решилась и остановила свой выбор на ГИТИСе. Буквально с первого посещения вуза Ани посчастливилась познакомиться с Владимиром Андреевым, который возглавлял приемную комиссию. Она рассказала о себе, о цели приезда в столицу и буквально сразу получила приглашение на экзамен, без предварительного прослушивания. Второй тур должен был показать, насколько будущие артисты музыкальные и пластичны, поэтому нужна была специальная одежда. Анна была немного стеснена в средствах, таких покупок ее скромный бюджет не выдержал бы. Девушка нашла выход из положения, пошла в магазин и уговорила продавца дать ей вещи на прокат. Ей пошли навстречу, с одним условием, оставить в целости и сохранности ярлычки. Взятые на прокат майкой и шорты помогли Уколовой достойно пройти это испытание. Диплом об окончании Гитиса она получила в 2000-м. Анна в студенческие годы не была задействована ни в театре, ни в кино. Театральная биография отличницы Анны Уколовой началась в Театре Луны, куда ее взяли сразу после получения красного диплома. Анна Уколова счастлива в браке. Ее мужем стал бизнесмен Сергей Пугачев, который моложе актрисы на три года. Знакомство будущих супругов произошло в одном из московских клубов, где съемочная команда «Картина Закон» праздновала окончание работы и дебют у Коловой в кино. Анна пользуется успехом у мужчин, но никогда даже в мыслях не изменяет мужу. Она любит и любима, а что еще нужно женщине для счастья. Знакомство состоялось в ночном клубе, куда Анна пришла праздновать получение ключевой роли в первом после окончания Гитиса кинопроекте «Закон», а Сергей – просто отдохнуть. Будущие бизнесмены актрисы мило пообщались. Анна поначалу не придала знакомству значения, а вот Пугачев заинтересовался очаровательной собеседницей. На следующее утро позвонил, пригласил на свидание. Анне Уколовой не хотелось рушить планы ради мужчины, который показался ничем не примечательным. В клубе было темно, поэтому актриса плохо рассмотрела лицо собеседника. Но кавалер на другом конце трубки уговаривал так настойчиво, что она вынуждена согласилась. Хотя сам Сергей как-то отметил, что актриса проявила инициативу в отношениях и еще при первом общении в клубе сказала «ты будешь моим». Местом встречи был назначен вход в станцию метро. Анна долго ждала Сергея, но появился мужчина, представившийся Денисом, захотел познакомиться. Актриса ответила отказом, сказала, что ждет другого человека. Тогда Сергей признался, что это он. Зная, что Анна не запомнила его внешность в клубе, решил пошутить, проверить, как она отреагирует на неожиданное предложение незнакомца. Пугачев оказался кавалером внимательным, обходительным, но и настойчивым, всюду сопровождал возлюбленную, водил на свидание, провожал до дома. Анна услышала признание в любви, стоя на перроне Казанского вокзала перед командировкой в Сызрань. Актриса растаяла под напором чувств. Влюбленные не спешили сочетаться браком. Анна, будучи человеком осторожным в отношениях, проверяла избранника. Для Уколовой было важно понять, ее ли это человек, хочет ли она прожить с ним досидин, делить радости и горести. Когда актриса поняла, что хочет, отправилась с гражданским мужем в ЗАГС. Анну всегда окружали привлекательные и талантливые мужчины, режиссеры, актеры, телеведущие. Но любимого мужа она считает лучше их всех. Анна и Сергей начали жить гражданским браком в 2000 году. Несмотря на то, что актриса старше возлюбленного на три года, их отношения с самого начала оставались гармоничными. Свадьба была великолепная, но не публичная. У Уколовой хотелось провести праздник в теплой и уютной атмосфере, поэтому среди приглашенных были только родственники и друзья с обеих сторон. Еще в школьные годы актриса мечтала, что ее наряд невесты будет коротким, с пышной юбкой, а на ногах не туфли, а сапожки. Анна решила воплотить мечту, купила стандартное свадебное платье, обрезала. Выйдя замуж, Анна Уколова оставила девичью фамилию, чтобы не подумали, что она рассчитывает на славу Аллы Борисовны. Сразу после бракосочетания молодая семья подверглась испытанию. Мужа Уколовой, разбившегося в автомобильной аварии, забрали в реанимацию. Пока врачи в течение двух недель выхаживали мужчину, актриса дневала и ночевала в больнице, уходила только на съемки, затем спешила обратно. Из-за бессонных ночей, переживаний, плохого питания Анна похудела на 10 кг. Но проверку судьбы выдержала, муж встал на ноги, серьезных последствий для организма не обнаружилось. В скорости после бракосочетания супруги организовали семейный бизнес, руководить которым стал Сергей. Так муж Уколовой обрел статус бизнесмена. Сергей продолжил относиться к жене так же трепетно и заботливо, как до свадьбы. Ювелирным изделиям актриса равнодушна, поэтому просит мужа их не дарить. Для нее гораздо важнее, теплые слова и выражение искренности чувств. Однажды муж преподнес сделанный собственными руками альбом, в котором от первой страницы до последней была история их любви в открытках, фотографиях, записках. Муж сохранил всю переписку с периода свиданий. Удивительно, но в век технологий Сергей и Анна нередко писали друг другу обычные бумажные письма, находили это милым и трогательным. В глазах общественности Анна Уколова предстает оптимистичным человеком, счастливой женой и матерью. Но СМИ давно распространяют слух о том, что артистка имеет алкогольную зависимость. И это не сплетни на пустом месте, имели место скандальные случаи. Первый скандал произошел в 2016 году в аэропорту Шереметьево. Актриса, будучи в явном алкогольном опьянении, начала дебоширить при посадке в самолет. Она вела себя непристойно, бросалась с оскорблениями на других пассажиров, грозилась позвонить авторитетным людям, которые уволят служащих аэропорта. В таком безобразном состоянии Уколову на борт не пустили, вызвали полицию. Правоохранители задержали артистку, отправили в изолятор, где она просидела три часа, пока не протрезвела. Признав, что нарушила правопорядок, Уколова выплатила штраф, отправилась в Уфу следующим самолетом. Муж Уколовой спокойно отнесся к произошедшему, оказался комментировать поведение супруги. Впредь стал тщательно контролировать, чтобы СМИ не публиковали фотографии и искаженную информацию об инциденте. Второй скандал случился на программе «Судьба человека». Актриса явилась на съемку подвыпившей. Съемочная группа решила продолжать работу, возможно, надеясь на более высокий рейтинг из-за неприглядного вида героини выпуска. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.